Тогда я сейчас тоже включу, секундочку. Добрый вечер. Мы начинаем сегодня интересную нашу тему про историю Юсефа и братьев. Сразу, конечно, скажу, история, в общем-то, на самом-то деле, видимо, неправильное название. Должно быть не история Юсефа и братьев, а противостояние Юсефа и Иуды. Мы к этому всему потихонечку дойдем внутрь. Давайте сперва сделаем разминку небольшую. Когда Яков благословляет Юсефа, не, не, благословляет Ифраима Минаше, Юсеф получает большой бонус. Он становится как будто посредине между коленами Израиля и прадцами. От него раздваивается два колена, Ифраима Минаше. Это происходит, когда Яков благословляет детей Юсефа, Ифраима Минаше. Юсеф его приводит детей, ставит их как положено. первенца напротив правой руки, младшего напротив левой, Яков скрещивает руки и благословляет их на перекрестках. Юсеф смотрит на это дело, говорит, папа, ты делаешь неправильно, хватает его за руки и начинает их переставлять с одного сына на другого. теперь скажите мне, это вообще как? Нормально? Папа благословляет внуков, значит, сын начинает не только словами, но физически передвигать руки папы и объяснять папе, что он делает неправильно. Скажите, как вам это нравится вообще? Этого мы, конечно, коснемся на протяжении, но пока, на самом-то деле, это мне дало триггер такой, понять, что здесь происходит и связать вообще всю историю, как мы сегодня будем рассказывать, от начала и до конца, с чем же, как она связана. Есть какие-то идеи? Ответ простой. Ответ очень простой. Привет. И в очереди... Ровно за три пасука до этого он отобрал... Слышно меня, да? Да-да-да. Ровно за три пасука до этого они перестали быть сыновьями Юсефа. Они сыновья уже Якова. Поэтому как хочет, так и ставит. Это его личное дело. Все. Но Юсеф влазит к Якову и говорит ему, ты неправильно делаешь и руки ему тянет не туда. Я спрашиваю, как поведение Юсефа? Что это такое вообще? Я думаю, это не то, что вы спрашиваете, но на самом деле не так давно мы читали, как Яков вообще его... то есть Ривка решила, что Ицхак неправильно благословляет своих детей тоже. Но это было на поколение... но это было на поколение раньше. На поколение раньше. Но Ривка, она жена. Здесь сын. Эдер, ну сын тоже пришел и обманывал. Давайте правда в глаза посмотрим. То есть они думают, видимо, что папа уже старенький, не понимает, не помнит, не различает и так далее. О, окей, 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 окей. Но это не... О, вот этого я хотел услышать. То есть как-то. С этим я хочу побороться. То есть идея о том, что Яков у нас уже синильный, не понимает, что происходит и вообще, что это самое. И Яков его учит жизнь. Ну, как бы, скажем так, для этого нам Тора не нужна. Это совсем не то. Скажем так, по-моему, здесь происходит очередное, действительно, идеологическое противоборство. Йосефу что-то ужасно, сильно не нравится в том, что делает Яков настолько, что он не только словами, но и руками власть говорит, э-э-э, не так. Мы должны понять, что Йосефу страшно не нравится в том, как Яков благословляет его людей. Кстати, это написано в послуке Дмитрия в следующем. Он, когда он тянет Якова за руку, говорит, папа, ты неправильно делаешь, он говорит, что ему мешает. Но мы до этого дойдем. А теперь еще немножко разминки. Это немножко не по нашей теме, просто что-то очень вкусное, интересное. Я это узнал совсем буквально чуть ли не вчера, и поэтому хочу просто поделиться. У нас есть абсолютно непонятная история посредине всей нашей истории, связанная с мандрагорами, с женами Якова. Елея в Рахель. Историю, надеюсь, все знают, домождение все сделали, Тору почитали. Значит, вопрос, который у меня здесь тоже. Чего нам учит эта история? Зачем она написана? А если мы ее выряжем, в чем потеряем? Для чего это все? Что там такое вообще произошло? Идея, пожалуйста. Ну как, это про Рахель, которая хочет любым путем добиться того, что она хочет. Думая о том, что ты перед этим спросил, так как Иосеф сын Рахеля, то у него, может быть, тоже такие же посылы. Если у него есть цель, он идет к ней любыми средствами. Не всегда, как бы, понимаешь, какие обстоятельства происходят вокруг и нужно ли... Средства здесь никакого обмана нет. Здесь все по-честному. А я не говорю, что мы обманы, просто всегда ли нужны такие средства для достижения цели? Здесь, на самом-то деле, я слышал интересную очень идею, и она меня очень поразила. Я очень ей рад, и на ее основе у меня был мой собственный хедуш. Одно интересное... Ну, как бы, еще кое-что, что уже я сам вывел. Сперва давайте я расскажу, что я услышал, и мне это, пожалуйста, понравилось. Идея такая. Лея стала женой Якова обманом. Не Лея обманула. Лаван обманул Якова, но тем не менее, Лея, она жена Якова обманула. Главное, и это нам, кстати, понадобится в нашем обсуждении. Главная жена и любимая жена Якова – это Рахель. В истории с Мадрагорами Рахель продает, или Лея покупает ночь у Якова за эти Мадрагоры. Причем предложение лет от Рахель. Получается, что Рахель в данном случае по собственной инициативе отдает Якова Лея. То есть, по инициативе Рахель Лея признается женой легитимной. Этим же, этим как бы она ему, она, она по собственной инициативе, она хочет получить плоды Мадрагоры, и она открывает торговлю и говорит, окей, сейчас моя очередь, сегодня ты пойдешь к Якову. То есть, по инициативе Рахель Лея получает признание как жена. Это нам важно. И видимо, и видимо, и видимо более-менее там же и служанки тоже. Потому что на сегодня нет разницы между коленями Израиля, кто от какой жены. Все евреи. А на основе этого у меня получилось в Хидуш. Есть известный медаж, который говорит про ночь свадьбы Леи и Якова, что Яков и Рахель подозревали, что Лаван их обманет, и они договорились про какие-то там тайные знаки, чтобы они узнали, как бы могли опознать друг друга. И когда Рахель увидела, что замуж выдают Лею, она не захотела, чтобы ее сестра подверглась такому стыду и передала ей эти знаки. Это известный медаж. На основании этого медажа, то, что написано у нас в Торе, в нашем рассказе про Мандрагоры, когда Лея заявляет Рахель, недостаточно, что ты у меня мужа отобрала, ты еще и Мандрагоры хочешь мои забрать, не лезет просто вообще ни в какие ворота никак. То есть, если этого медажа у нас нет, то нормально. Лея про хитрость Якова ничего не знала. Лаван ее взял, сказал, вот, мы сейчас женим тебя на Якове, все хорошо. Найдет под венец, просыпается утром, Яков смотрит, что это не Рахель и Леа. Никаких претензий к Лею у него нет, он идет выяснить отношения с Лаваном. Все нормально. Тогда действительно Лея может заявить Рахель, мало того, что забрал у меня мужа, ты у меня собираешь что-то еще. А если есть медраж такой, что Рахель ей все уступила, то такое поведение ни в какие ворота не возникнет никак. Теперь, у меня на основании нашего объяснения появилось появилось такой хидуш. Как мы знаем, медраж это не обязательно, чтобы это происходило на самом деле, медраж нам хочет рассказать, дать какую-то идею. А если идея, то, что мы обсуждали, что Лея в рассказе с Мадрагорами, слеха, Рахель в рассказе с Мадрагорами, признала Лею легитимной женой изначально, тем, что она дала ей Якова на ночь, то мудрецы эту идею обрамили в наш рассказ в медраж. Что, как будто, были эти симонимы, их передала Рахель Лея. То есть, но это случилось реально у нас с Мадрагорами, когда Рахель признала легитимность того, что Лея жена легитимная Якова, хазали эту же идею, запаковали намек в наш медраж в том, что это произошло на самом-то деле во время свадьбы, и Рахель просто передала эти признаки. Это уже, это, это мои мысли. А теперь, а теперь давайте, значит, Атан, это значит, что выводят урок жизни отсюда про Мандрагоры, хасидские комментаторы. Они, они очень просто говорят, для того, чтобы чего-то получить в этой жизни, необходимо сделать такое же, но к другому человеку. Ну, условно говоря, если я хочу стать очень богатым, то мне надо часть денег кому-то отдать третьему. Если я хочу, чтобы меня покормили, мне надо кого-то тоже покормить. То есть, в данном случае она, как бы, пожертвовала Рахель своей долей при построении ребенка, делании ребенка, чтобы Лея сделала, и приходит браха сразу же на делание ребенка Рахеля. То есть, меда, кинагет, меда. Вот так отсюда моральную уроку хасиды берут. Да-да-да-да, отлично, спасибо. Итак, теперь давайте вернемся, то есть, мы немножко сумбурно будем, но вот мы сейчас с конца будем развязывать наш клубочек. у нас есть много проблем. Давайте вернемся к благословению Якова Эфраима Миноше. Йосеф объясняет там, что ему сильно не нравится. Он говорит, благослови Миноше, потому что он первенец. А что тебе так важно, что он первенец? Ну, известно, что в семье Якова не всегда первенец получал. Зная историю, можем сказать наоборот, первенец всегда уходит в сторону. Если это Ишмаэль, если это Исаф, если это Рувен, если это первенцы, которые были заменены на левитов, единственный первенец, который остался, это мой сын, мой первенец Исраиль. Весь еврейский народ остался как первенец. Пику тому, что говорят христиане, Иосифу очень важно первенство. И это то, что его вырубает. Теперь давайте зададим еще один вопрос. А как среди братьев видят себя Иосиф? Он старший брат, он младший брат, он первенец, он последний брат. Как он сам себя видит? Как вы думаете? он первый, потому что он должен быть у Рахели вместо Реувена первый. Он самый первый, просто к сожалению, из-за ошибки Леи и хитрости Лавана он оказался десятым. Отлично, Дмитрий, отлично. Но я усилю то, что ты говоришь. Можно на ты, да, я надеюсь. Он видит себя первенцем, не просто первым, он видит себя первенцем. И сейчас мы это попытаемся доказать. У Авраама первым ребенком родился Ишмэн от служанки. И он ничего не наследует. Сын Авраама он Ицхак, несмотря на то, что он второй. И после Ицхака у него тоже еще дети. Первенец Авраама, который получает основную долю наследства и благословения все это Ицхак. Главная жена у Иакоба, как мы сказали, это Рахэф, соответственно, ее первенец Юсеф, он себя видит первенцем. Нам это немножко странно. Мы уже привыкли первенец Руэн, первенец Эээ, а Юсеф видит себя первенцем. он видит себя первенцем. И, соответственно, он абсолютно нормально воспринимает получение полосатой рубашки от отца и отношения выделяемые, как его отец выделяет, и очень важно, соответственно, что дальше прошло через него. Он себя теперь. Ну и что? Нам это важно. То есть это мировоззрение Юсефа. Он себя видит первенцем. И ему важно, что продолжение традиции идет через первенца. Теперь мы уже лучше понимаем, что происходит. И почему настолько это ему важно, это мы еще увидим, что даже в благословение он влазит и мешает и начинает отца учить жизнь. Натан, можно два маленьких вопроса относящихся? Можно, да? Во-первых, почему вы говорите, что это Юсеф видит себя первенцем? Это же Яков видит его первенцем? Это же Яков его видит? Вот, например, он дает, он говорит, твои сыновья как мои сыновья, то есть он дает Юсефу двойную долю в наследстве. полсекунды, полсекунды, полсекунды. Вопрос очень хороший, но вы немножко предваряете то, что будет. То, что будет, если вы обратите внимание, будет потом благословение Якова детям, и царство, первенство получит Иуда, а не Юсеф. Но мы к этому вернемся. Значит, мы сказали о том, что Юсефу важно было первенство. Мы должны еще понять почему. А что в этом такое? Яков, кстати, я не знаю, как он это видел, может быть, он поменял свое мнение, может быть, он сперва думал, что Юсефа потом решил, что Яуда, не знаю, это хороший вопрос. Значит, давайте пойдем немножко дальше. Мы сказали, значит, мы теперь, значит, мы сказали, что Юсеф себя видит, в общем-то, наследником Якова, и Яков сначала с ним тоже согласен. Он его выделяет и так далее. Теперь, что происходит с братьями? В чем вообще конфликт? Братья, то есть первый конфликт, то есть конфликт, он как бы продолжается, он с продолжением. первый конфликт, он, кто будет продолжать традицию Якова. Мы видели, что два поколения назад часть детей продолжала традицию, часть уходила. Это было у Авраама с Ишимаэлем, который ушел, и с Ицхаком, который продолжил. Это было у Ицхака с Исавом, который ушел, с Яковом, который продолжил. Соответственно, все остальные братья, они тоже, они тоже думают, кто, кто, куда и как. Теперь мы сделаем музыкальную паузу и вернемся к нашей разминке. Давайте так, вопросик. У Юсефа было испытание с женой Патифана. Вопрос. Как вы думаете, что бы произошло, если бы Юсеф не устоял в этом испытании? Второй вопрос. А если бы вместо Юсефа был Юда? И Юда бы тоже не устоял в этом испытании? Что бы произошло тогда? Теперь, пожалуйста, ваши ответы на вопросы. То есть, я понимаю, что у истории нет сослательного наклонения. Тем не менее, я хочу спросить такой вопрос. Итак, я повторяю вопрос еще раз. Юсеф, мы знаем, он выстоял в очень тяжелом испытании с женой Патифана. Что бы произошло с Юсефом, если бы он не удержался и упал в этом испытании? Другой вопрос. Если бы на месте Юсефа был Юда и тоже не устоял в этом испытании, что бы произошло с Юдой? Как вы думаете? Ну, что произошло бы с Юдой, более-менее очевидно. Он бы сделал Чуву. А вот с Юсефом не все так понятно. А с Юсефом произошло бы 12 колен Израиля новых. То есть он бы, это написано в Талмуде, поэтому тут не мое личное мнение. Если бы Юсеф не выдержал испытания, то не было бы сейчас того тех сыновей Израиля, о которых мы знаем, а были бы другие. Значит, Ширель, спасибо, Дмитрий, спасибо. Значит, Ширель, конечно, я туда именно веду. То есть с Юдой у нас был параллельный рассказ. И Юда в любодеянии споткнулся и не один раз, а два раза. Первый раз сам, второй раз его сын Давид. Да, очень серьезно они делают Шу. Юсеф называется праведник. Это немножко другой тип праведника. Это праведник, который не ошибается. по моему ощущению, Юсеф упав с женой Патифара бы сломался. Это такой тип праведников, который как бы не ошибается. Они все делают правильно. Юда это принципиально другой тип. он может ошибаться и он нам и он нас учит и себя, но он более гибкий. У него есть шува как инструмент. Это нам важно. Это нам очень важно. Соответственно, теперь давайте посмотрим еще одна интересная вещь. Когда братья продают Юсеф, они все практически нет имена, они все братья, братья, братья. Мудрецы наши раскрывают этих братьев. Братьями у нас названы Шимоны Леви из истории Сосшхема. Они основные зачинщики продажи Юсефа. У нас есть двое, которые рыпнулись с этой продажи что-то сделать. Это был Юда Врувен. Врувен попытался его спасти недостаточно мощно. Юда тоже. Зачем будем убивать? Давайте сделаем это граммой, умрут сам, потом продадим. Значит, соответственно, мы сказали, что братья, они все боятся Юсефа. Соответственно, поведение, которое написано в Туре, оно по этой схеме идет очень хорошо. Юсеф ябедничает отцу на поведение братьев. Это выглядит у него нормально, потому что он как бы, это, кстати, немножко даже напоминает рассказ, который был в общем-то с Ишмаэлем и Ицхаком. Раша там пишет, что Ишмаэль насмехался над Ицхаком. он говорит, что такое он насмехался, это хотел бы там стрелы в него бросать, хотел от него избавиться. То есть они боятся друг друга и хотят друг от друга избавиться. Юсеф рассказывает отцу, а братья как бы видят, что Юсеф он наоборот, что Юсеф он не в порядке и переживают тоже. Итак, теперь давайте посмотрим, что у нас еще есть. У нас здесь в нашем рассказе есть еще пророчество об изгнании и возвращении. Я хочу предложить такую вещь. И Иуда. То есть давайте так, я немножко заскочу в пилот. то, что я хочу показать и рассказать и то, к чему я веду, что и Юда, и Юсеф, они оба правы. И Юда, и Юсеф, они оба не правы. Соответственно, их диалог выглядит как разговор глухого с ним. из исправления этой ситуации это не превращение Иуды в Юсефа или Юсефа в Иуды. Исправление этой ситуации оставляя сам собой признать правоту другого в том числе. А теперь давайте вот как раз пример с нашим пророчеством. У нас есть пророчество об изгнании, у нас есть пророчество об возвращении. Вообще какая идеология Юсефа? Идеология Юсефа, да, мы видим, что он мечтает о царстве, он мечтает о том, что он первенец и все ему поклоняются. Соответственно, он и он очень хорошо устроился в конце концов в Египте. То есть видно, что ему там просто подходит. Просто здорово. Это под него вообще Египет, просто под него. То есть Юсеф мечтает спуститься в Египет и через Египет, через ассимиляцию в Египте влиять на все как бы Египет, конечно, это сверхдержава того времени, влиять на весь мир. То есть Юсеф очень хорошо с той частью пророчества, которое говорит, что мы спускаемся в Египет. И ему немножко сложно с тем, что мы возвращаемся оттуда. Что он говорит? Может быть, Египет захватит землю Кнан, и тогда это значит как будто мы вернулись. У иуды и у всех братьев наоборот. Они хотят оставаться в земле Израиля и как-то разрабатывать дальше собственный народ. внутрь. Они могут говорить так, пророчество об изгнании уже исполнилось, мы были изгнанием у Лавана. А, годы не подходят, ничего страшного. Окончательные изгнания там тоже годы не подходят. Справимся как-нибудь. А вот мы уже вернулись, не нужно легко изгнать, мы уже сейчас здесь в земле Израиля выращивать народ Израиля. Они оба правы, они оба неправы. Когда в конце концов мы видим, что вот Юсес спускается в Египет и он видит, что братья к нему спускаются, он говорит, Ияков к нему спустился, он говорит, о, видите, я прав. Якую вывод он заключает, теперь будем продолжать через меня дальше, что я хотел. Не только что я прав, я прав окончательно и бесповоротно во всем. Э, нет. Ты прав, но вторая половина тоже права. Соответственно, что мы имеем, что мы имеем во время продажи Йосефа, у нас есть вестно Юда, который он, он лидер среди братьев и он мог бы пойти на лобовое столкновение с Шимоном и Леви и остановить продажу Йосефа. Он это не сделал. Он рыпнулся и остановился. То есть он немножко как это сделал это самое начал переговоры, но резких не стал обострять. И тут у нас опять появляется рассказ, который абсолютно непонятен на нашем фоне вообще продажи Йосефа. Начинается какой-то рассказ о том, что Йуда спустился, женился, стрековец, стамар встречался, дети у него. Закончился этот рассказ про Йуду и мы возвращаемся к Йосефу. Зачем нам это нужно? А если мы это выражим, чего у нас будет не хватать? Здесь у Рути, у моей жены тоже был великолепный фидуш, я вам расскажу, он тоже нам вместе здесь очень поможет. Йуда отчаялся, он себя потерял. Он ушел, спустился от братьев, от семьи, от предназначения, он упал. Он понял, что как бы у него сделал ошибку с продажей Йосефа, он должен был встать, проявить лидерские качества и прекратить это. Но этого не сделал, он начался, он себя потерял, он ушел куда подальше. Женился, на ком попало, родились дети, выбрал им это самое, взял себе кого-то там сотоварищи, все хорошо. Теперь давайте обратим сейчас, мы подходим потихонечку к тому, что случилось с Йуда в Тамар. Очень интересно. Это очень просто символично. Что Йуда отдает Тамар? Обратите внимание, Тамар не опознан, а Йуда он опознан. Что Йуда отдает Тамар? Посох, печать и перстень. В переводе на наш язык что это? Паспорт. Он отдает самоидентификацию. Я никто и звать меня никак. Йуда потерял себя. Кто Йуде возвращает самого себя Тамар? А вот перстень, посох и печать узнай Акерна, узнай чье это, тот, от кого я беремен. И с помощью Тамар Йуда делает Чуву, делает первый шаг вернуться, чтобы мы поняли и посмотрели кто такой Йуда. Это Чува. Йуда возвращается к себе, после возвращается к семье, через Тамар, после того, как он признается собственной ошибкой. Мы видим, как растет Йуда, мы видим основное его качество Чува. Сделал серьезную ошибку и в как это у нас уже это как это так сказать у нас тут уже все сидят на трибунах сожжение блудницы и при всех он говорит знаете что она права а я нет и вообще это все и вообще все это от меня. Какой ужас. Так это при всех. Это то, что можно сделать Йуда. Конечно, Ширель правильно, абсолютно. Мы это видим дальше у Давида. Если бы вместо Йосефа был там Йуда, после падения у Йуды есть возможность встать. Видимо, поэтому он наш царь, а не Йосеф. Но это очень важно. Итак, у нас есть два потенциальных царя. Один первенец Йосеф второй Йуда. Они борются в начале, кто будет продолжать традицию, потому что никто не знает, мы сегодня такие умные, мы знаем, что они все вместе. Они не знают, они думают в начале, что один уходит в сторону, а другой остается. В начале они борются, кто будет продолжать. Потом они борются, чья дорога правильна. до сих пор. Поэтому у нас есть два машина. И нам нужны оба. И они борются. Есть в наших традициях комментаторы расходятся во мнениях, простил ли Йосеф в конце концов братьев или нет. Есть мнение туда, есть мнение обратно. Да или нет. Из текста Торы непонятно. Неважно. Мы к этому подойдем сегодня. Неважно, простил ли нет, конфликт между Йосефом и Йудой однозначно не был закончен в Тории. Этот конфликт продолжается дальше через разделение царств и через как бы каббалистические понятия. У нас есть Машиев от Йосефа и Машиев от Давида, от Йуды. Это два взгляда на мир, это два пути. Путь Йосефа это понятно, что это материальное благополучие и ассимиляция действия через сверхдержаву, ассимиляция в общем-то среди народов мира. путь Йуды, путь Давида это духовное больше и это как бы больше внутрь. И свойство. Атан, а где ассимиляция у Йосефа? Где вы увидели ассимиляцию? Он хочет, а мы сейчас дотронем себя. Теперь, точка здесь в том, что правых нет. Нам не может устоять Машех от Давида без Машеха до Нюсефа наоборот. И этого, и вот это нам нужно понять сегодня, этого не поняли окончательно. Ни Йосеф, ни Йуда, и поэтому конфликт до сих пор не разрешен. Каждый он часть, он показывает один взгляд, у него своя дорога, и нам нужна и та, и другая дорога. А теперь к вопросу ассимиляции и так далее. У нас есть очень серьезный вопрос, и абсолютно непонятный историй. Отчего же хотел Юсеф от братьев? Он там, ну, историю все читали, по крайней мере, кто не читал, может почитать в свободное от работы время. Мстил, но не идет это на место. У него это самое, он может делать не все, что угодно. мог мстить гораздо более сладко и интересно. Жизнь их учил? Тоже не очень. Что Юсеф хотел мстить? Ответ. Посмотрите потом сами, который все, в общем-то, с которым все сходится, Юсеф от братьев не хотел ничего. Понятно, что он не пытался мстить и не таил на них зла. в конце откуда мы это видим? В конце когда Яхов умирает и братья начинают бояться Юсефа. Они к нему приходят, падают вниз, говорят, вот, будем тебе рабами, ничего нами делает, Юсеф обижается, Юсеф оскорблен, как вы могли подумать, что я за место Бога буду это самое? Окей, хорошо. А что Юсеф хочет их мстить? Не хочет мстить? Что он не хочет? Юсеф равнодушен братьям. Юсеф что хочет? Он не хочет братьев. Он хочет привести к себе в Египет Беньямина. Поэтому он всю эту интригу закручивает. Он хочет братьев отпустить. Ему не интересно, что с ними будет. Он хочет Беньямина. Почему? Он считает, что продолжает дело братцев это дети. Рахем главной жены. Как это? Рассказ с мандрагорами и все, что мы сказали, что Лея тоже жена, он проходит мимо Йосефа. Йосеф считает, что через него Беньямина должен продолжаться. Как? В Египте. Это вот вопрос по поводу ассимиляции. Через Египет, через то, что ты Мюре, ты в центре событий Египта, ты как бы дрожжи от евреев положил в тесто от Египта и оно тебе дает как бы бурление, как тесто всходит, начинается брожение, о, это то, что нужно. И поэтому, кстати, Тора подчеркивает, да, там видно, что у Йосефа был план, Йосеф сломался и не смог свой план реализоваться. Вилой Халита Пепу не смог удержаться от чего, что? И Тора подчеркивает, что Йосеф постоянно чувство плакал, хотел плакать, то есть здесь происходит переход от этого равнодушия и Йосеф сломался с этим равнодушием. Он заплакал и он понял, что все работают вместе, что мы возвращаемся в семью. Это то, что происходит с Йосефом. Теперь именно теперь понятно, почему Йосеф так хотел благословения на своих детей, на первенца. Он первенец, через него идет все. Благословения, конечно, на первенца. И тут Йосеф получает разнос головы, взрыв. сразу достаточно близко после благословений детям Ефраем и Веноше Яков благословляет всех калинок. И тут для Йосефа происходит что называется совсем что-то такое. То, к чему он не готов. Во время снов Йосефа все братья ему поклонились. Это произошло в конце. Как это написано? Тебе поклонятся твои братья. Какими словами Яков благословляет Йуду? Тебе поклонятся твои братья. А Йосеф он царь. По-моему, Йосефа на этом месте сносит голову. Полностью. Он понимает, что царь сейчас идет через Йуду. Этими же словами тебе поклонятся твои братья. То есть это царство? Не просто а к слова. Это переходит к юде. Йосефу с этим очень сложно. И следующее, что у нас происходит, это Яков заклинает Йосефа похоронить его в земле геннадской. А Йосеф не хочет плясцать. Он говорит, да, да, папа, сделаю. Как ты сказал? Бесклятвый. Почему это так важно? Теперь что делать Яков? Он говорит, нет, мой хороший. И ты мне поклянешься. Хорошо, папа, поклянусь. Что это такое? Это опять противопорство. Яков говорит, мы выходим из Египта. А Йосеф хочет там остаться. Мы выходим из Египта. И поэтому Йосеф не хочет плясся. А потом мне будут очень важные государственные причины, почему нет. Ты не поклянешься, мы выходим. И здесь Йосеф делает шоу. В конце дней он понимает, что мы выходим. И уже он заклинает братьев. Он понимает, что он будет похоронен в Египте. говорит, вы когда будете выходить, заберите меня сами. Заберите меня сами. То есть Йосеф вот при смерти, но это уже поздно немножко, у него происходит как это на игре Тихо, но Фелес Симон падает до самого понимания, что из Египта мы выходим. Египет это этап и в общем-то все, что как ты видел, это видение правильно частично. А в общем неправильно. То же самое и у Уды. То же самое и у Уды. Мы спускаемся в Египет, но мы выходим оттуда. И царь у нас в конце концов именно тот, который хорошо грохнувшись умеет сделать шоу. У нас есть и везде есть праведники как Йосеф. Прямой как Саргель как говорят самая прямой без изъянов, без выщербинов, без ничего. Царь у нас тот, который упал и упал серьезно, у него есть силы восстановиться, сделать шоу. Это гораздо более важно. Соответственно противоборство это царство Юды и царство СССР. Вот как начался у них разговор слепого глухого с ним он так и продолжается. Это привело нас к разделению царства. Опять-таки кто там был? Ефраем с одной стороны и Давид с другой стороны. Кстати, на чем было у нас разделение царства? Из-за чего? Из-за о чем речь? Про Иравама Бен-Навата? Да. Ну там по-моему царь Шламов слишком большие налоги накладывал на народ Израиля, а Иравам он был такой бессребренник и он пообещал, что... Правильно. Абсолютно верно все. Большое спасибо. А теперь нам, чтобы окончательно все понять, не хватает одной маленькой детали. Я не сказал чуть-то нах, поэтому и сам я его еще плохо знаю, поэтому мы это сейчас скажем. Кроме того, что Соломон давил народ налогами, там был кое-кто налогов не платил. Не помните кто? Колено Иуды было освобождено от налога. И на этом фоне произошло разделение царства. Фраем и как бы и Давид. Десять колен, и два колена. И Давид и Давид. И Давид. Угу. У нас есть храм на одном месте, большой и сильный царство в другом месте, и они воюют. И они воюют. И они опять не понимают каждой обязательности второй части. Сейчас мы возвращаемся. Михаил Брук, кстати, вот сейчас попросил нас у всех перевести из такое «Когда умер герцель, Равкук сделал надгробную речь над ним, называется «Спятли Маших». оплакивание Маших. Мы сейчас попытаемся это начать переводить. Лекция Рава Кука называется «Гамиспет Бирушалайм». «Гамиспет Бирушалайм». Да, правильно. Спасибо. А «Эйспетли Маших» это «Маниту». На это уже пишет свой комментарий. Да. Здесь как бы возвращается тот же самый конфликт. У нас есть Зусеф, который смотрит на народы мира как-то на одном уровне, который в общем-то материальный фундамент. И у нас есть Давид, Иуда, который окончательное избавление и так далее. Теперь они не работают один без другого. У нас должно произойти мир между ними. Как он мир? Мир не в том, что Иуда скажет «Хорошо, пусть будет по-Юсефиному». И мир это не то, что Иуда скажет «Ну ладно, я уступаю, пусть будет, как Иуда говорит». Мир он в том, что каждый, оставляясь самим собой, начинает понимать, что нужен второй. Это мир. И это то, пророчество, которое говорит нам пророк, а теперь я возьму две эти ветви и они будут одной в моей руке. Каждый признает, они объединяются не тем, что мы каждый из них теряет собственное, как Иуда потерял, собственную идентификацию, наоборот. Второй, я понимаю, что я не могу без него, а он не может без меня. Соответственно, кризисы, которые мы сегодня проходим, это именно кризисы двух Машехов, Иуда и Иосиф. На сегодня Израиль, как я люблю говорить, медленно, но верно вползает в закрытый клуб сверхдержав. На сегодня наша армия была оценена как восьмая по силе в мире. Экономика, космос, ядер, лазеры, все, что хотите, компьютеры. И начинаются очередные кризисы, которые, видимо, связаны с переходным, а, теперь, медраж говорит, что Машех, теперь, по поводу Машехов, у нас уже происходит, конечно, дальше понятие, как, что обезличивание Машехов. То есть Равкул указал на то, что Машех это процессы на сегодня в израильском обществе и в мире. Соответственно, нерелигиозный сионизм. Мы очень грубо можем сказать, как Машех Бен Юсеф, в отличие от взгляда религиозных, они не нужны, это временное явление и ничего такого, ничего полезного от него нет. религиозных, это в потенциале Машех Бен Давид и религиозные сионисты, это те, которые пытаются пока без особого успеха связать тех и других вместе и будут они одним деревом в твоей руке и сейчас у нас исторически, видимо, ну, по крайней мере, судя по нашим здесь воплям избирательным, четвертая избирательная кампания за год, третья, третья, да, третья, при четвертого говорят, третья, и именно очень сильное сейчас напряжение именно на фланге светско-религиозных, видим у нас очередной кризис именно на водоразделе Юда Юсеф понятие этого кризиса не ты прав и не ты прав не ты прав и не ты прав оба правы и каждый должен это признать не теряя собственного индивидуальности но, видимо, это еще возьмет время. пришло время для вопросов, но вроде бы я ничего из того, что хотел рассказать, не упустил. Можно вопрос? Я так понимаю, что евреи вышли из Египта благодаря четырем вещам. Имена, одежда, язык и не смешивались с другими женщинами египетскими. По поводу имен, Йосеф, который сохранил свое имя, Реуэн и так далее, и так далее. Сегодня в Израиле плюс-минус с этим нормально. Дальше, по поводу языка. Я думаю, здесь будут большие проблемы. В современном Израиле у нас языков огромное количество. По поводу третьего пункта, одежды. Евреи не одеваются сейчас как. Я хочу сравнить период Йосефа и его ассимиляции и нашего времени и ассимиляции. Я не понимаю основы для сравнивания. Йосеф ассимилировался в Египте и он оттуда вышел за счет. Мы уже вышли. Мы уже здесь. Мы уже этап дальше. В течение 5-7 лет математически большая часть еврейского народа будет здесь. На сегодня самая крупная очищена здесь. Мы уже вышли. Поэтому я не до конца понимаю основу для сравнения. 50 лет тому назад, 70 лет тому назад, до выхода я могу рассуждать. А вот как в Советском Союзе, как евреи с Египте, за счет чего они выйдут? Они уже вышли. Мы сравниваем дальше. сытость, которая была при Осетии в Египте. Я тоже сравниваю сытость, которая есть в Израиле. Я сравниваю то, что страшные цифры, когда вы помните, я до сих пор в шоке. Министерство внутренних дел Израиля ровно две недели назад они написали за десятилетия вот это, которое произошло, больше полутора миллионов Алим Хадашим, из них 16% только евреев, а русскоязычных 4% евреев. Ну как к этому относиться? Эта ассимиляция самая настоящая. Давайте я отвечу, как к этому относиться, как мне кажется. Во-первых, цифры были подправлены и объявлены ошибочными. Цифры они лучше и красивее. во-вторых, а куда делились здесь ткалю? Ассимилировались. А в Тальмуде у нас есть спор, они вернутся или нет. Одно мнение до второго нет. Чего мы имеем? Оба права. Конечно, вернутся. Мы уже будем проходить Гию. Потому что аллахические они не евреи. И сегодня занимаются этим серьезно ищут. Допустим, как бы вот Ефиопская Алия, она именно прошла по этой дороге с кризисами и все. Понятно, что это потомки евреев. Понятно, что аллахические очень-очень рекомендуют, чтобы они прошли Гию. Теперь есть еще одна интересная вещь по поводу вообще Гию. Все знаете Медраж по поводу рождения Амалека от темны, что она хотела прийти к Враму, он ее не пустил, и к Ицхаку, и Тору не пустил, и Киакову он тоже не взял. Она пошла быть наложницей к Исаву, чтобы только лишь прилепиться к семье Якова, да, Авраама. А почему ни Авраам, ни Ицхак, ни Яков не приняли тьми? Более того, почему Авраам и Ицхак очень сильно тряслись над тем, чтобы их продолжитель, продолжатель ребенок женился на женщине из их семьи, отправлял их за тридевять земель, слуг посылал. А у Якова мы этого не встречаем. Видимо, в Торе об этом ничего не написано, но видимо, все дети Якова женились на местах филистинанских женщин. А что изменились? изменилось в том, что когда народ только еще происходит, его еще нет, он только начинается, он только кристаллизируется, он не может в себя принимать чужие влияния. Он от этого разрушится. Но после того, как он есть, он уже да может. Поэтому Яков это уже начальная стадия народа, Авраам еще нет, Ицхак еще нет, и то, что мы сегодня говорили, все дети Якова они уже внутри, тогда он уже может принимать бразилизов. Ответ на ваш вопрос, мы их всех съедим. Мы достаточно сильные и жирные, чтобы это дело съесть. Это возьмет переварить, это возьмет время и так далее, но и арабов, которые здесь мы съедим, и всех остальных, то есть пока это идет нормальным темпом, не приезжать туда сейчас за один раз 10 миллионов непонятно кого. Мы уже это самое, не те евреи, которые плачут в уголке там где-нибудь, мы уже это самое сильное, крутые, хорошие, теперь это безусловно кризис, это проблема, но в конце концов безусловно мы ее переварим, она не настолько большая, чтобы нас разорвать. Это то, что я хотела сказать на вашу точку. Натан, во-первых, я вас хотела очень поблагодарить за ваши идеи, которые мы сегодня услышали, во-вторых, за вот это последнее замечание, потому что это просто, ну, как бы, вы понимаете, мы все и вернуться к Тори, к тому, что как бы позади того, от чего мы ушли, не хочется. И вот это, когда я слышу отношение здесь к нашей Алие, то я хочу оставить Тору навсегда и иудаизм навсегда, и я не хочу вообще, когда мне говорят, что а ты такая же, как я, я говорю, я не, я не религиозная, как вы, понимаете, я не готова, я не согласна. Теперь у меня вот какой вопрос, понимаете, вот из того, что вы сказали, полминуты, секундочку, я прошу обращения. Вы сказали, понимаете, вот это вот то, что начали вести еврейство по матери, ведь это же сугубо голубная черта, ведь это же связано с погромами, с насилием, со всеми вот этими правами первой ночи и так далее. Нету никакого, нету нигде в Торе, как вы справедливо заметили, с тех пор, как евреи стали быть народом, у них нету никакого вот этого по матери. пошел, взял себе женщину, привел, ну в крайнем случае там на войне он ее нашел, привел, посидела она месяц у него дома, все, еврейка. А Эзра? А? А Эзра? А Эзра это голубь, извините, извините. Эзра это земля Израиля. Эзра это земля Израиля. Эзра это земля Израиля. Они ушли из Вавилона и пришли в землю Израиля. Только через 20 лет не было здесь народа из Израиля и после того, как они отстроили храм, Эзра начал делать реформу и сказал выгнать храм. То есть это свидетельство слабости. Это свидетельство того, что народ не может как бы свою идеологию, свою вот этим женщинам, которых они привели, они над ними не властвуют. Им нечего этим женщинам предложить. Понимаете? Вот. Поэтому я думаю, что это нужно как-то очень сильно к этому отнестись сейчас и пересмотреть этот вопрос. То есть либо надо признать, что нам нечего предложить другим народам и поэтому мы от них будем отгораживаться стенами гетт и строить гетто здесь, либо мы будем признавать, что мы народ и тогда вот, ну в общем, по-моему, понятно, то, что я сказала, да? Ответьте, пожалуйста. Юр, есть, было, есть, и остается или культурный или аллогический в любом случае. Растворение как бы тоже и наша идея она дуальная в этом смысле. Чем мы сильнее внутрь, тем мы лучше наружу. Тем мы больше наружу, тем мы слабее. То есть если мы идем ассимилироваться с тем, чтобы миру нести свет, то от евреев ничего не остается. и мир этого не принимает. Если мы наоборот концентрируемся внутри, то мир идет и берет от нас влияние, свет и так далее. То есть у нас это работает в противоположном направлении. То есть есть четкая разница между евреями и неевреями, и она очень четкая. Из-за того, что она есть, это дает нам возможность влиять и принимать влияние как народу. Если эта разница размевается, то мы не можем ни влиять, ни принимать влияние. Принятие влияния в этом случае сразу ведет к ассимиляции, а влияние от нас тоже не выполняет. Теперь, кто хочет, приглашен, либо как дны новых, либо как герр, но разница между евреями и народами обязана быть с тем, чтобы мы могли продолжать свою миссию, влиять. Теперь, то, что вы говорите, это кризис. Чего делать с неевреями, которое в Израиле и так далее? Хороший вопрос. Ответов у меня нет. Полемика о том, когда и как произошло еврейство по матери, я туда не хочу влазить, я не знаю и так далее. Аллаха на сегодня четко, что по матери проблем с этим нет. Если нужно, опция дюра на сегодня есть, все решабельно было бы желание. Еще раз, и на сегодня. На сегодня мы на пике кризиса, который острый, именно потому, что обе части сильно орут друг на друга и всю грязь, которая есть, выливает. Так проблемы не решаются, но кризис их поднимает. Не очень понятно, как мы можем требовать от геров, чтобы они были правее Папы Римского, если, ну, давайте посмотрим правде в глаза, вот эти коммунисты, которые так по-пластунски ходят в церковь, они же на самом деле, это и есть те самые евреи. Ведь евреи-то ничего не соблюдают, евреи, это не гои, те, кто ставят елку в наружу. Хорошие вопросы, давайте так, к теме нашего урока, по-моему, это не относится напрямую, и позвольте мне увильнуть от этого вопроса, это также то, что я не специалист в этой теме, и я не хочу туда углубляться. Да, Дива? По теме можно? По нашей теме. Смотрите, я сейчас прикинул немножко, набросал себе пункт. Действительно, мне кажется, Равшерки прав 200%, что хотел Йосеф забыть братьев и забыть папу в течение 22 лет. Доказательства. Во-первых, доказательства из текста мы все знаем, он не писал, никаким образом не подавал весточки, мучал отца, можно сказать. Когда у него был случай с Патифарихой, тот неприятный случай, мы читаем трактат Кедушин, 33 лист, а там написано, что если бы он правильным образом излил семя, то было бы 12 полноценных колен Израиля. К сожалению, семя он излил, вы знаете, через пальцы, 10 пальцев в землю, поэтому минус сразу 10 сыновей. У него остается только два сына в потенциале. Теперь смотрите, у нас сразу 12 цифра превращается в 12 лет тюрьмы. Вы не думали об этом? Его наказали, получается, в некотором смысле за то, что он не сделал с Патифарихой то, что нужно было сделать. После этого у нас сытых только 7 лет, и он успевает сделать только два ребенка, к сожалению. До 12 нет. Дальше, когда он плакать начинает, когда он узнает, что у Бениамина 10 лет, и он думает, опа, у меня два, у Бениамина 10, 12, и все отрахели, и вся задача его была, только вытащить Бениамина с его детьми, чтобы сделать 12 колен Израиля, в данном случае отрахели. И вот, и таких доказательств по тексту, их большой-большой колен, ну, штук 5, я думаю, еще можно подумать, привести. Действительно, единственное, что я не понимаю, эта идея Равошерхи, она почему-то категорически не принимается никем. И вот я с Равинами общаюсь, говорю, смотрите, берем, чертим табличку плюс и минус, и начинаем Йосифа как бы оправдывать или критиковать, мы не имеем права критиковать, но мы имеем право упрекать, да, и все сходится к идее Равошерхи. Они говорят, Дима, ты все логично говоришь, но ты не прав, потому что устная традиция, потому что 99% мудрецов с форна, раши, рамбан, рамбан, они не могли ошибаться, все, вопрос закрыт. Вот как себя вести в таких случаях? Давайте, давайте это посмотрим немножко с другой стороны. Ну, все, что вы привели сейчас, я это вижу как, в общем-то, как митраж, как потенциал, как вариант или как идея Йосифа. Теперь, у нас есть одна интересная тема, которая до нашего рассказа. Тема о том, что Йосиф Ицхак любил Исаа. Что это такое? Это просто так ошибка. Мне кажется, совсем нет. Мне кажется, совсем нет. У Исава тоже был потенциал остаться, быть частью народа Израиля. Обратите внимание, Йосиф, он напротив Исава. А Исав будет пламенем, а Исав будет Раши пишет, что когда родился Исав, Яков может возвращаться, потому что Исав напротив Исава. Исав имел потенциал. Теперь все комментаторы говорят, что Исав имел потенциал. Его голова похоронена в Маратамах пила. Что за потенциал он имел? Быть частью народа Израиля. И этот потенциал не получился. Это сослательное наклонение истории. А в рассказе Дети Якова тоже непонятно. Либо так, либо так. И произошли кризисы, и этот потенциал реализовался, соответственно, этот был не нужен. Очень может быть, что теоретически, если бы действительно было бы через Юсеф, но обратите внимание, видимо, чем мы продвигаемся дальше, тем хуже. Чем мы на доле поздний этап откладываем создание еврейского народа, тем, видимо, хуже, тем больше нужно исправлять. Потому что нужно возвращаться, нужно возвращать Исава, нужно возвращать Ишмаэля. А так было бы нужно возвращать еще и братьев. Нам сейчас нужно возвращать 10 потерянных колен. Это потенциал. Это возможный, это как сегодня, это физика, квантовая. У нас есть возможность такая, возможность такая. В конце концов история пошла вот так. А это то, что вы говорите, это потенциал. теперь это все очень хорошо ложится на то, что пока ты не знаешь, как этот потенциал реализуется, ты что-то планируешь, что-то делаешь. Я думаю, такой вот вариант, меня тоже долго очень мучило. Как это Ицхаб такой праведник любит Исава такого злодея? Ха. Можно подумать, что братья Юсефа, которого продали, собирались убить, они больше и правят. То есть, если сейчас посмотреть немножко отстраненно, то у нас мы очень мишуходим, мы очень подкуплены тем, что мы смотрим с историей поста, как она произошла. А когда мы учим, как говорит Рафшарке, когда мы учим пасук, мы не знаем, о чем будет говорить пасук следующий. Это, по-моему, Атманиту тоже. Это не то, что должно было быть. Это потенциал, который не реализовался. А в таком виде с этим все могут согласиться. Кстати, вы помните, что Яков не написано любил Юсефа, а Израиль любил Юсефа. Это тоже о многом говорит. И Яков Израиль в конце концов благословляет детей, отдал благословение царя Юде. Хотя, может быть, в начале он думал действительно, что все его... Теперь, что думаю, я повторно непонятно, это хорошо подумать. Может быть, в начале он думал, как Юсефа. А потом понял, что нужно и то, и другое. То есть, Юсеф пропал, у него остаются все остальные дети, Юсеф вообще, видимо, умер. Кстати, есть традиция, что Маширбен Юсеф будет убить, а потом Маширбен Давидов воскресит и так далее. Опять-таки, это процесс у нас. Это не люди. То есть, я бы вот так на это посмотрел, что теперь то, что говорит Равшарк, эти идеи, обратите внимание, они очень сильно связаны именно с Пшатом, с простым пониманием Торы. А с другой стороны, они очень сильно идут из Кабау. Каба, это то, что открывается сегодня и было закрыто в предыдущие поколения или говорилось только намеками. Поэтому эти идеи не могли быть сказаны полным ртом, что называется. Это то, что мне кажется на ваш вопрос. Хватит на сегодня? Ну тогда кто хочет как завершить наш урок? Это мне, то есть, я вот, я начал с того, что, как бы, действительно, следя за текстом чтения Торы в последнюю неделю, я обратил внимание на руки СФ, и мне все потихонечку складываться, потом мне мама договорила про мандрагоры, это меня вообще выше было, но я, как бы, у меня все начало складываться, немножко я додумал сам, часть, как бы, я выучил и слепил там что-то от Пинха Саполонского, который от Рафшарки, что-то напрямую от Рафшарки, чего-то там где-то там слышал, там слышал, и сейчас у меня все началось вот так вот слепливаться в один комочек, я побежал делиться, то есть, не до конца, может быть, у меня еще все окончательно вызрело, но вот как бы, ну вот так. Можно еще сказать, что интересно, как Рафшарки сам шутит, ему ученики задают вопрос, они говорят, уважаемый Раф, вы в каждом пасуке находите имя Герцля, он говорит, да, ничего страшного, так вот, смотрите, получается, в прошлой главе у нас самый главный претендент на роль Герцля в нашем поколении был Йосеф, а сейчас у нас будет Машера Бейну, который вытаскивает из системы, из болота, собственно, как барон Мюнхгаузен не может сам себя вытащить, то есть, человек вне системы вытаскивает из системы, получается, он постоянно его сравнивает, Машера Бейну и Герцля, оба были ассимилированы, оба не говорили на родном языке, оба одевались в тот, один, в тот, а Машер Бен Давид это другое, у Машер были тоже минусы, с которыми он не мог работать, Машер Бен Давид это другое качество, и, а в конце концов, у нас опять-таки, у нас Машер Бен Давид, он должен работать с Машер Бен Ассеф вместе, мы видим, что большую часть истории они воюют до сегодняшнего дня, мы через кризис должны прийти к тому, чтобы они начали работать вместе, тогда у нас будет окончательное сбавление, а пока ничего, повоюем, и у Равкука это тоже есть, через войны так же человечество продвигается вперед, это конечно Гринский город. Кто еще хочет сказать, только вопросы, все, вопросы закончились, у меня просто закончилось время, если кто-то хочет на окончание попрощаться, что-то сказать, как ему был наш урок, то, пожалуйста, всем-всем большое спасибо, Дима, большое спасибо, что ты присоединился к нам, без тебя с тобой стало гораздо интереснее и живее, и несложно бороться с твоими эрудициями, но вы старайтесь. Натан, надо почаще так делать. Спасибо. Да, Натан, спасибо, видишь, и Дима пришел, и Шифра, я всегда тоже очень рада ее слышать, так что давай. Все, всем удачи, хорошая компания была, до новых встреч. Большое спасибо, до новых встреч. До свидания. Спасибо. Спасибо, Натан. Поможешь? Тоже скажи всем Ой, тоже помогал. Спасибо. Обязательно. До свидания. Добрый вечер.